7 мая 2014 года как обычно у нас и зарядочки с утра за пару часов 800 технологических дождевых червей и зене афетита но и кроме выборки червей спасение их от трактора и вывоза в неизвестном направлении я занимаюсь наблюдением за червячишками за тем как они живут ну и несмотря на то что это не могут рыть норки и зене афетита до полутора метров глубиной и тем самым обеспечивая себе вентиляцию для корма для проникновения в более нижние слои более теплые слои корма они вот роют такие ходы ну и естественно откладывают коконы тоже в этих же местах и соответственно вот эта стадность как бы у них не только из-за того что они любители жить стадом но и из-за того что вот где они организуют систему ходов и жилье свое там их плотности выше соответственно они распространяются уже вот даже рядом в полуметре уже плотность абсолютно не такая высокая как здесь вот видим меньше этих ходов а вот рядом даже любимая их зола глина здесь вообще нет ходов поскольку популяция вот это стада вот в этом месте червячишка там или пара или несколько что показались вот они на этом месте и развиваются до максимальной плотности и по мере освоения близлежащих влево вправо глубину осваивают большее пространство и главное им тут не мешать не нарушать вот эту систему ходов как видим вот сверху я снял здесь трактором дерн порядка 30 даже 50 сантиметров и тем не менее как видим вот видно до какой высоты снято выше моего роста 2 метра в принципе и вот тем не менее они на глубине 2 метра сейчас имеется такая популяция достаточно высокой плотностью вот даже можно сейчас попробовать обвалить я уже инструмент унес и вот мы видим какая высокая здесь плотность я только ногой чуть-чуть придавил и сразу наблюдаем более двух десятков червячишек всех возрастов и вот самое интересное что я сегодня наблюдал это здесь также имеется вот уже температура довольно таки высокая здесь имеется популяция гриндаля значит уже дело если нарушу здесь жилье ногой здесь неуместно так скажем то соответственно этих червячишек и соберу и отправлю в более лучшее условие так что при заселении субстрата какого-то нового всегда нужно учистывать вот эту склонность к стадности никогда не разбрасывать червячишек по сей поверхности вот как приобрели их в родном субстрате так их нужно положить в одно место корм рядом они уже сами освоят жизненное пространство по мере его освоения создадут в нужную систему вентиляционных ходов если наша конструкция к примеру вермиложия или бурт того заранее не обеспечивает но конечно вермифабрики вот эти условия заранее заведомо изначально созданы вентиляционные самые главные для каждого животного воздуха и соответственно плотность там конечно же вот видим здесь и пары вы увидели вот я сейчас ногой только ковырнул чуть-чуть обвалил вот здесь и сразу увидели сколько я их здесь собрал ну пол сотни точно это я еще комочки так не раздавил так что имейте эту виду никогда не нужно приобретенную популяцию стараться разметать по всему вашему жизненному кормовому пространству поскольку они эти червячишки не любят этого они любят жить в одном месте создавать систему ходов и постепенно осваивать территорию по мере наращивания своей численности и количество имеющегося корма но у меня никогда не было проблем численности всегда были только проблемы с кормом а вот здесь на вееверк конкретно это на дачном участке в гараже дома здесь вот на вееверк проблема с тем что этих червячишек постоянно тут кантуют переваливают эти бурты короче если так разобраться всячески мешают жить и тем не менее они освоили единственный вид из 9 имеющихся у нас видов который смирился с тем что его постоянно кантуют переворачивают меняют температурные влажностный режим вентиляционный тем не менее в любых условиях издения фетида приспособилась за пару десятков лет с лишним к этим условиям и вот эта популяция крайне устойчива ко всем этим невзгодам но и вам освоение таких же ваших ресурсов отходов изрядка закончилась и поехали домой на завтрак ну естественно здесь еще рабочий день не начался никого нет я приезжаю сюда на велосипеде чтобы не беспокоить работников у меня есть спорта прикрепить в 3 часов и а но так может ситуировать Приехали к воротам, пора доставать ключики и закрывать все это дело на замок. Всего доброго, успехов!